По данным Минстроя, в минувшем году в Прикаме было сдано чуть более миллиарда квадратных метров жилья. В многоквартирных домах на 6% больше, чем в 2015. Есть и другая статистика. Ни один из прикамских застройщиков не достиг рубежа в 100 тысяч квадратов, как это было еще два года назад. Однако сами игроки рынка, подводя итоги и суммируя возведенные метры, рады уже и тому, что удалось сохранить планку и не уйти сильно в минус, учитывая непростой инвестклимат. У нас происходит борьба за каждого покупателя. Люди стали более избирательно подходить к выбору объекта недвижимости. Нам организация, которая отметила не так давно 55 лет, приходится подстраиваться под изменяющиеся условия рынка. Сейчас рынок покупателя, отмечают строители. И чтобы зарабатывать, приходится максимально учитывать предпочтения клиента. В тресте номер 14 отмечают устойчивый спрос на малоформатное жилье, который внес коррективы и в их работу. Квартиры студии площадью 20 квадратов на Сокольской 10Б реализованы на 98%. Ключевую роль сыграла господдержка ипотеки. Этот успешный в реализации проект, хотя многие могут критиковать эти планировки, но мы исходим из возможностей на сегодняшний день, прежде всего, покупательской способности. Поэтому для людей мы еще готовим, то есть мы для покупателей еще готовим в будущем такие проекты. Если смотреть все договоры долевого участия в жилищном строительстве, то примерно 90-95% этих договоров были оформлены жителями Приками при участии государственного капитала. Однако увеличение доли малогабаритного жилья совсем не означает, что двухкомнатные и трехкомнатные квартиры перестали пользоваться спросом, говорят в тресте. А все потому, что варианты есть на любой кошелек. Ставка на пригород, где трест возводит один за другим жилые комплексы, превзошла ожидания. Более того, их примеру последовали и другие застройщики. В Перми все меньше и меньше площадей, которые можно так застраивать. А учитывая масштабы треста и численность наших кадров, нам выгоднее заходить на площадку и комплексно ее осваивать. Компания заканчивает возведение последнего дома в ЖК «Первоцветы» во Фролах и уже завершила строительство жилого комплекса «Липовый цвет» в поселке Горный. Неподалеку от него трест номер 14 приступил к новому проекту. На улице Конников возводится первый дом из семьи в будущем жилом комплексе «Новое двуречие». Самый главный их плюс – доступность. Ценовой старт квартир от 990 тысяч рублей. Ну и по традиции – классическое кирпичное домостроение, чистовая отделка, благоустроенный двор, детские спортивные площадки, парковки. Первую пятиэтажку в планах сдать весной следующего года. Чтобы оптимизировать затраты и экономить не в ущерб качеству, трест номер 14 создал у себя тендерный отдел. Теперь поставщиков стройматериалов и оборудования застройщик выбирает из тех, кто готов также проявлять гибкость, в том числе и по цене. Цены на строительные материалы, на ресурсы не падают. Застройщик сейчас должен ловить именно баланс грамотный, финансовый и просчитать все свои возможности для того, чтобы не только там смочь начать, но и завершить строительство дома. Завершить год на оптимистичной ноте, а это чуть более 80 тысяч квадратных метров жилья, тресту номер 14 позволила издача двух масштабных социальных проектов. Таких школ, как Мастерград на Пролетарке, в городе не строили очень давно. Возвести более 22 тысяч квадратных метров в кратчайший срок – такую задачу решить даже опытному застройщику было непросто. По новым нормативным документам школы должны быть односменные, то есть все 1200 человек, на которые рассчитаны эти школы, прибывают одновременно. Поэтому объемы, количество спортивных залов, возможности столовой, все вновь разрабатывалось. Буквально ночевали на объектах, особенно ближе к сдаче. Особая гордость треста – уникальный по архитектуре и дизайну спальный корпус для пермских кадет. Ни в одном образовательном учреждении таких дворцовых интерьеров не встретишь, а это 9 тысяч квадратных метров. Достаточно красивый, необычный корпус с башнями в угловых частях и с отделкой, так скажем, повышенного уровня. То есть натуральный камень был использован и другие дорогие материалы. В 2017-м на рынке недвижимости при Каме, по мнению экспертов, не произойдет значительных изменений. Несмотря на нововведения в строительном законодательстве. Объемы вводимого жилья будут сопоставимы с 16-м, считают и в тресте номер 14. Хотя свои коррективы может внести отмена программы по господдержке ипотеки. В 2017-м году мы планируем развивать отношения с трестом 14-м. Я уверен, что мы удивим наших клиентов новинками и предложениями совместными с трестом 14-м. Узнать о них можно будет на предстоящей ярмарке недвижимости. Она пройдет 18 февраля. Татьяна Максимова, Максим Ширинкин, Александр Филатов, Максим Чарушин, РБК Пермь.